Привет, друзья! С вами на связи Артём Плешков. И продолжаю тему, как заработать на машину с нуля за три месяца. Сегодня я вам расскажу свои мысли по второму шагу, который я собираюсь делать для того, чтобы накопить 1,2 млн за три месяца и купить себе машину Camry. И вот сейчас я буду с вами делиться своими мыслями. Если вам они будут нравиться, берите себе на вооружение и зарабатываем вместе. Давайте сегодня, вот я решил разобраться, откуда у меня будут эти деньги приходить. То есть мы сами с вами понимаем, что просто деньги ниоткуда не берутся и в любом случае нам нужно что-то делать для того, чтобы они появились. И что конкретно я могу сделать. Ну и в данном случае вы, естественно, что можете сделать вы. То есть давайте я сейчас перечислю все те способы, которые мне сейчас придут в голову по поводу того, как можно деньги заработать, какими способами. И вы в комментариях ниже под видео напишите какие-то свои способы, может быть я про какие-то не сказал. И также можете какие-то способы посоветовать, покритиковать. То есть что, например, этот способ плохой, этот способ хороший. То есть высказать свое мнение, свой опыт, свои результаты, если вдруг вы какой-то способ уже использовали. Ну что, давайте. Первый способ, откуда у большинства людей берутся деньги, это работа. То есть это не секрет. Очень много людей работают и зарабатывают деньги. Все зависит, конечно, от того, в данном случае, какую сумму вы зарабатываете. То есть если, например, я вот зарабатываю, вернее, мне вот нужно миллион двести через три месяца, то какая должна быть зарплата, вы сами понимаете, чтобы этот миллион двести накопить. Естественно, если у вас цели какие-то меньше, то, может быть, ваша зарплата вам поможет для того, чтобы накопить эти деньги на новую машину. Второй способ – это занять у друзей. Тоже, конечно, способ. Я, например, честно не знаю, у кого я могу занять миллион двести для того, чтобы купить себе камри. Может быть, у вас есть такие друзья, посоветуйте. Я к ним обращусь, если вдруг другими способами мне не получится это сделать. Ну, шутка, конечно. Но все давно это способ, где можно еще взять денег, это занять. Третий способ – это, например, колым. То есть я думаю, не надо объяснять, что такое колым. Это где-то подработка на стороне от основной работы по какой-то определенной деятельности вашей. Может, вы хорошо строите, в свободное от работы время. Но опять же, это надо, не знаю, где колымить так, чтобы, например, достичь моей цели. Где мне нужно поколымить, чтобы заработать за три месяца миллион двести. Да, кстати, я говорю сразу, я нигде не работаю, поэтому первый способ у меня отпадает в плане работы. Так, четвертый способ, наверное, это можно отнести сюда инвестирование. То есть если у вас есть какие-то свободные деньги уже, да, то вы можете их вложить в какое-то дело, в какой-то проект, крутануть эти деньги. И, может быть, даже не в свой проект, а в чужое, конечно. И получить какой-то процент, и вот вам миллион двести, или какие там у вас цели, я не знаю. Пятый способ, который мне сейчас приходит в голову, это начать свой бизнес в офлайне. Например, открыть магазин и продавать продукты. Открыть сеть магазинов, да. Тут тоже не знаю, может быть, какой-то другой бизнес там в офлайне, там, открыть парикмахерскую, например. Ну, в любом случае, открыть бизнес в офлайне. Почему в офлайне? Потому что есть еще другие бизнесы, сейчас про них скажу. Значит, шестой, по-моему, если я не ошибаюсь, шестой способ, какой мы можем использовать, это стать дистрибьютором какой-то сетевой компании, то есть заняться имелым бизнесом, быстро построить какой-то свой бизнес, какую-то структуру, да, в каком-то бизнесе. Именно в MLM. И заработать данную сумму денег. Значит, следующий способ, который можно использовать, это, наверное, давайте про Форекс поговорим. Да, например, начать заниматься Форексом. Форекс, я думаю, вы все знаете, что это такое. Если не знаете, вбейте, как заработать на Форекс в Яндексе или в Гугле, и все будет вам понятно, что это за способ. Говорят, там большие деньги можно заработать. Значит, следующий способ – это заняться, предположим, инфобизнесом. Да, вот я говорил вначале, что я нигде не работаю, да, я инфобизнесмен, и, естественно, я буду пробовать заработать с помощью инфобизнеса эту сумму. Значит, что еще можем вспомнить? Какие способы еще могут быть для того, чтобы заработать столько денег? Ну, вообще, чтобы зарабатывать, какие способы? Ну, вот на данный момент мне что-то больше, ничто в голову не приходит. В принципе, вот эти способы, которые я сейчас назвал, давайте подискутируем насчет этого внизу в комментариях. Напишите, какой способ, давайте, вот какие три способа вам ближе всего к вам, да, какие три способа вам, вы хотите их реализовать. То есть, даже если вы сейчас еще, естественно, не знаете, как и что, но просто вы понимаете, что да, наверное, вот это мне будет, вот это, наверное, мне подойдет, то пишите, делитесь опытом, может быть, вы уже этим занимаетесь, у вас уже есть какие-то результаты, так что тоже это пишите. Советуйте мне, опираясь на свой опыт, чем могу заняться я, какой способ начать развивать. Мне будет это интересно почитать, и также будет это интересно почитать всем тем людям, которые сейчас следят за данным реалити-шоу. Значит, вот домашнее задание. Из тех способов, которые, давайте сейчас подытожу, из тех способов, которые я сейчас озвучил, вы для себя каких-то три способа выберите, которые вы хотите рассмотреть в первую очередь. И если я что-то недорассказал, каких-то способов, можете эти способы также дописать в комментариях, и вообще написать свое мнение, свой опыт, свою критику, ну, все, что угодно вот в данной теме. Все, жду ваших домашних заданий, конечно, если вы хотите идти вместе со мной по шагам, вместе до цели, и мы посмотрим, устроим такой мозговой общий штурм, и я думаю, мы точно найдем лучшие способы и начнем их развивать. Ну, все, с вами был Артем Прюшков. Напоминаю, это реалити-шоу «Шаг 2. Как заработать на машину с нуля за три месяца». Жду ваших комментариев, вашей критики и ваших советов. Ваш Артем Прюшков. До связи. Ждите следующего шага.